На конкурс дети читают стихи Шулина Татьяна, ученица третьего класса в Вознесенской школе и в Нянском районе Бельгородской области. Стихотворение «Кружка ангел» Достоевский. Кружку ангелов сочельник мог на землю посылал. «Как пойдешь ты через ельник?» — он с улыбкой сказал. «Елку срубишь, и малютки самые добрые на земле, самые ласковые и чуткие, дай, как память обо мне». И смутился ангел Кружка. «Но кого же мне отдать? Как узнать, на ком из деток будет Божья благодать?» «Сам увидишь», — Бог ответил. «И небесный гость пошел. Месяц встал уж, путь был светен и в огромный город вел. Всюду праздничные речи, всюду счастье деток ждет. Скинув елочку на плечи, ангел с радостью идет. Загляните в окна сами, там большое торжество. Елки светятся огнями, как бывает в Рождество. И из дома в дом поспешно ангел стал приходить, Чтоб узнать, кому он должен елку Божию подарить. И прекрасных, и послушных много видел он детей. Все при виде Божьей елки, все забыв, тянулись к ней. Кто кричит, я елке стою, кто корит за то его. Не сравнишься ты со мной, я добрее твоего. Нет, я елочки достойна и достойнее других. Ангел слушает спокойно, осираясь грустя в них. Все кичатся друг при другом, каждый хвалит сам себя. На соперника со стулом или с завистью глядя. И на улицу понурясь, ангел вышел. Боже мой, научи, кому бы мог я дар отдать бесценный твой. И на улице встречает ангел крошку. Он стоит, елку Божью взирает и с восторгом взор горит. Елка, елочка, захлопал он в ладоши. Жаль, что я этой елке не достоин, и она не для меня. Но снеси ее сестренке, что лежит у нас вольна. Сделай ей такую радость. Стоит елочке она. Пусть не плачется напрасно, мальчик-ангел шепнул. И с улыбкой ангел ясный елку крошки протянул. И тогда каким-то чудом с неба звезды сорвались. И, сверкая изумрудом, в ветви елочки впились. Елка искрится и блещет, ей невестный символ дан. И восторженно трепещет изумленный мальчика. И в любовь, узнав такую, ангел тронутый до слез, Богу весточку благую, как бесценный дар принес.